Стартовавший ремонт на улице Героев Севастополя вызвал внушительные пробки утром в понедельник. Горожане делились в социальных сетях видео с растянувшимися рядами автомобилей по обе стороны от подземного перехода. Работы сильно повлияли на пропускную способность и без того проблемного в дорожном плане района корабельной стороны. Массовые обращения севастопольцев зафиксировали в Центре управления регионом. Ситуацию обсудили на аппаратном совещании в городском правительстве. Павел Александрович, посмотрите все-таки, какие есть возможности, чтобы все-таки нам поток этот регулировать в утренние часы особенно. Михаил Иванович, специально на прошлой неделе перед началом работы вышли. Я понимаю, что вы собирались, видимо, с простойчивыми. Да, рассказали, как будут производиться работы, что это не повлияет на движение общественного транспорта. Но повлияло же, очевидно. Повлияло, потому что... Сегодня мы все это почувствовали. Все люди проснулись и поехали, не обращая внимания на ту информацию, которую мы доводили. Но в любом случае мы для себя отвели эту неделю для того, чтобы посмотреть, какие, возможно, еще механизмы применить, чтобы снять нагрузку на данную транспортную развязку. Городоначальник поручил продумать альтернативные варианты движения, а также попробовать скорректировать график проведения ремонтных работ. Может, какие-то работы в ночное время, но вопрос такой, что хуже шум ночью или пробка. Может быть, все-таки днем больше организовывают движения, какие-то работы, которые требуют перекрытия полотна. Ночью делать? Михаил Ильич, подрядчику и так поставлена задача. У нас срок действия контракта и срок выполнения. Конец 2024 года. Мы для себя ставим задачу к летнему сезону все работы выполнить. Поэтому сейчас начнем, проанализируем, скроем, естественно, подземный переход, начнем работы, посмотрим, где возможно нам ужаться, выбрать слабину и в кратчайшие сроки сделать. Ну, посмотрите тогда альтернативные точки, да, там типа Ревякина, чего можно там, как его задействовать. И посмотрите все-таки режимы по самому перекрытию, может быть, все-таки в час пик можно пропускать машину, потом огораживать и произвести работы. Михаил Ильич, принято в течение недели от работы. Положен дополнительный.